Хочу еще несколько таких вещей здесь добавить относительно этой молитвы. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Иногда люди эту молитву понимают как молитву... Ну как бы, я живу так, как я живу, а Ты меня помилуй. Как бы, знаете, как бы, не согрешишь, не покаяться. Вот есть такое еще выражение. И как бы люди им пользуются. Но эта молитва не для этого. Помилуй меня грешного, это означает, что Иисус, Он дает нам эту молитву, чтобы мы как бы понимали вот эту милость Бога, Его сострадание, Его любовь. То есть, Он готов нас принять любого. Собственно, это история, когда один из разбойников, распятый рядом с Иисусом, Он за секунду до смерти посмотрел на Иисуса и сказал, верую в Тебя. И в ту же секунду все Его грехи исчезли. Вот это любовь к Богу. И если мы встаем на пути веры, это означает, мы должны следовать Ему. И мы должны стараться следовать, а не просто оправдывать свою, как бы, такую низменную природу. И пользоваться, ну, как бы, милостью Иисуса, что, типа, Он там страдает за нас, а мы будем делать все, что хотим. Как бы, пожалуйста, получи очередную порцию нашу грехов, давай, мучайся за нас. Это очень невежественное настроение. Иисусова молитва означает, да, этот смысл, есть любовь Господа. Он готов нас принять любого, простить все, что угодно. Но, если у нас есть желание двигаться, не просто оправдывать свои несовершенства, а стараться следовать заповедям. Да, что-то не получается, но мы должны стараться. Если мы упали, нужно вставать. Если опять упали, нужно опять вставать. Опять упали, нужно опять вставать. Вот это ученик. То есть, нам даются все благословения, но нам нужно включиться в это. Вот это старание встать, оно наше. За это нас, за это наши усилия. Поэтому в этой молитве, да, мы как бы, есть раскаяние, помилуй меня грешного, но есть также и просьба, дай мне силу. Вот, давайте это помнить. Дай мне силу следовать. Дай мне силу, как бы, следовать твоим заповедям. Вот это я хотел сказать. Поэтому в этой молитве есть и вот это, вот, как бы, ощущение своих ошибок, раскаяния, огонь. Но есть и это ощущение, как бы, полномочий, которые Господь нам дает. То есть, здесь есть и радость, слышите, и решимость. Есть очень много разных настроений в этой молитве. И сейчас монахи будут повторять эту молитву. Мы можем услышать, как бы, их голос, их зов, и свой также добавить туда, переживая свою собственную молитву. Господи Иисусе Христе. Иисусе Христе. Иисусе Христе. Иисусе Христе. Иисусе Христе. Иисусе Христе. Вот так звучит она, эта молитва. Да, сейчас мы можем все вместе настроиться на нашу внутреннюю работу, настроиться, потому что молитва это определенный труд, но это благородный труд, это то усилие, которое мы можем совершить, но это душевное усилие, сердечное усилие. Итак, мы можем все вместе синхронно повторять, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пусть все, что мешает нашей близости с Богом, пусть уйдет из нашей жизни. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...